Всем привет! Здесь я хочу представить несколько способов раздачи интернета со смартфона на все устройства, находящиеся в домашней сети. Первый способ предельно прост. Рассмотрим его на примере айфона. Зайдя в настройки и перейдя в пункт сотовую связь, активируем мобильный интернет. Включаем режим модема с раздачей по Wi-Fi и Bluetooth. На устройствах, работающих по Wi-Fi, например, лэптопе, кликнув в трей по данному значку, остается выбрать соответствующую точку доступа и ввести пароль, указанный на смартфоне при активации раздачи интернета. Такой способ хорошо подойдет при условии, если все устройства в домашней сети работают по Wi-Fi. Вторым способом раздачи может быть подключение смартфона к ноутбуку или стационарному компьютеру по USB кабелю. Здесь я вновь продемонстрирую на айфоне. Что касается андроид устройств, то в целом суть останется такой же. Подключив кабель, в данном случае между смартфоном и ноутбуком в настройках айфона, перейдя в сотовую связь и включив режим модема, указываем передачу интернета по USB. Затем в операционной системе Windows, установленной на лэптопе, необходимо установить приложение iTunes. В моем случае оно уже здесь имеется. Для ряда смартфонов, работающих на андроид, тоже необходимо будет установить драйвер или программное обеспечение, в которое он входит, для корректной работы с операционной системой. Найти драйвер можно на официальном сайте производителя. Получив интернет по кабелю от смартфона, перехожу в параметры сети и интернет. Далее в центре управления сетями и общим доступом, выбрав изменение параметров адаптера, в открывшемся окне кликаю правой клавишей мыши по значку сетевого подключения со смартфоном. В контекстном меню перехожу в свойства и переместившись на вкладку доступ, ставим галочку напротив указанного поля. Здесь в выпадающем списке можем выбрать один из имеющихся вариантов. Я указываю Ethernet и сохраняю сделанные изменения. Выполнив настройки, с помощью сетевого кабеля можно передать интернет, например, на другой лэптоп. Таким образом, установив кабель между ноутбуками и перейдя на второй лэптоп, где запустив браузер, можем видеть, что доступ на нем к интернету имеется. Безусловно, вместо лэптопа можно использовать коммутатор или маршрутизатор. В данном случае я представлю такую реализацию на роутере, подключив сетевой кабель между ноутбуком и одним из LAN портов роутера. На лэптопе в операционной системе запускаю браузер и введя в адресной строке IP-адрес маршрутизатора, а затем логин с паролем, захожу в его веб-интерфейс. Здесь в настройках LAN порта следует указать автоматическое подключение сетевых настроек. А для подключения доступа к интернету устройством по Wi-Fi в представленном разделе нужно включить точку доступа, указав здесь имя и пароль. В результате, сохранив сделанные настройки, переключаем конец витой пары из LAN порта в WAN. Так как у меня смартфон был отключен от ноутбука, подсоединяю его обратно, а в его настройках проверяю, не выключился ли режим модема. При этом на роутере можем наблюдать, что загорелся индикатор доступа к интернету. В таком случае доступ имеется не только на лэптопе, но и через роутер как по Wi-Fi, так и по Ethernet. Конечно, на мой взгляд, вариант так себе, но при отсутствии других подойдет. Рассмотрим третий способ, который заключается в использовании Android смартфона и маршрутизатора, у которого имеется USB порт для подключения модема. Вставляем один конец кабеля в роутер, а другой в телефон. Затем на Android смартфоне переходим в настройки, где выбираем сеть и интернет. Далее, нажав по пункту точка доступа и модем, соответственно активируем USB модем. В отличии от Android устройств, на iPhone функции USB модема нет, поэтому для такой реализации он не подойдет. Затем устанавливаем один конец сетевого кабеля в LAN порт, а противоположный к ноутбуку. Переходим к лэптопу и запускаем вновь браузер, где заходим в настройки маршрутизатора, введя соответствующую информацию. В этом случае в параметрах WAN порта можем видеть, что автоматически активировалось мобильное подключение по телефону Huawei. Соответственно, данное соединение отображается на текущей вкладке. Возможно, что на некоторых роутерах, в настройках WAN порта придется активировать вручную передачу данных через модем. Что касается доступа по Wi-Fi, если он не настроен, то сконфигурировать его можно, перейдя в текущий раздел. В результате такой реализации мы получаем доступ для устройств по Wi-Fi и кабелю сразу же через роутер. Безусловно, узким местом в представленных способах будет тарифный план и скорость передачи по мобильной связи. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.